Доброе утро! И семьями, и дети, все участвуют. Главное было бы желание. А обязательно ли быть любителем? Или нужно быть любителем, таким хорошим основателем, который как минимум 5 рыб за 5 минут поймает? Дело в том, что как раз мы рассчитываем на любителей тех, кто просто придет отдохнуть на природе и поймать рыбу. К сожалению, может быть, сказать так, у нас участвуют иногда и профессионалы. Как-то интересно, рыба идет к одним людям, а к другим не очень сильно собирается. И у нас есть такие, учитывая, что у нас соревнования уже много лет проводятся, есть традиционные победители, которые каждый год ухитряются хоть в какой-то номинации, но победить. Это, наверное, профессионалы те самые? Ну, наверное, любители, но такие матерые. А вот вы сказали в номинации, а сколько вообще у вас номинаций? Номинации у нас традиционно тоже не меняется много лет. Единственное, мы в этом году ввели еще новую номинацию. Если раньше у нас улов считался по количеству рыб, то мы в этом году ввели и количество рыб, это самый большой улов. И мы ввели еще самый тяжелый улов, мы теперь в этот раз еще их взвесим. Плюс еще самая большая рыба это по длине. По длине. А вот вес будет какой-то отдельно взятой рыбы, самой крупной? Нет, мы весь улов взвесим и посмотрим. Мы весы приготовили с большим количеством килограммов, потому что надеемся, что рыбалка будет. Потому что в прошлом году такие достаточно много рыбалки были, что ухитрялись поймать достаточно крупную рыбу и больше десятка однозначно. А вот скажите, больше десятка это уже и количество раз, которые проводились соревнования. Были ли какие-то персональные рекорды поставлены за это время? От года в год? Ну, рекорды, которые не побили, это за 2 часа 68 щук. Сколько? 68. Вот есть профессионалы, которые правда идет рыба. То есть это примерно по... Одна рыба в одну минуту, в 2 минуты. В 2 минуты одна рыба. А как вообще? Это хорошо, я так понимаю, раз не побили еще. Нет, я не знаю, это супер рекорд, когда он будет побит, мы пока не ждем, потому что приблизиться даже к этому рекорду пока не удалось никому. Какие-то еще нововведения будут в этом году? Нет, вот чем и хороший этот конкурс, что он традиционный. И вот и время традиционное, потому что мы даже особенно рекламную кампанию не проводим такую большую, потому что все знают... Все свои. Нет, все знают, что крайнее воскресенье, август, мы всех ждем на протоке Байбалак, ну вот это карьер Байбалак. Всегда мы там и всегда ждем в 10 часов, что все придут и поучаствуют. Это не очень долго. Ну и отдохнуть, дай бог, чтобы была хорошая погода, отдохнуть на нашей хорошей сибирской погоде. Виктор Иванович, а заявки как могут участники подать? Это нужно делать за годовременно? Заявку не надо, прямо там мы будем ждать и там записывать. Каждый участник получит такой вымпел с номером, каждый участник выберет себе место, где он будет рыбачить. Опять же, все традиционно. И в принципе, вот в прошлом году у нас было больше 70 человек, а в этом году жем больше. Ого, надеюсь, что в этом году будет около 100 человек. Я буду одной из них. Надеюсь, чтобы рыба пришла. И причем это в любую погоду. Бывает погода и похуже, но люди все равно приходят. Такой тогда вопрос. Вот рыбная ловля, это все-таки спорт. Ну, я бы не согласился. Где же это спорт? Это отдых. Но есть же спортивная рыбалка, правильно? То есть это в разряд спорта внесено? Ну, когда соревновательный момент, например. Да, ну давайте так. Спортом занимаются отдельные организации, которые этим должны заниматься. Это у нас есть союз рыболовов, охотников. Там есть правила, и они достаточно замороченные. И в принципе, это закрытый клуб людей пускают туда с определенными снастями, с определенной кемпировкой. Мы как раз больше рассчитаны на демократичное такое у нас правило, что приходите, ребята, все. А тогда такой вопрос. Если это соревнование, будут ли как-то участники проверяться на допинг? Или какие-то, допустим, приемчики запрещенные, что у него грузило, допустим, на 5 граммов больше? Или что-то, блесны какие-то определенные? Нет. Допинг мы не проверяем. И, кстати, после рыбалки мы допинг даже приветствуем. Даже так. А по итогу-то, если наловится очень много рыбы, будет какое-то блюдо сделано из этой рыбы? Ну, пожалуйста, любое блюдо может там остаться, места там оборудованы, можно сделать, как сказать, мангал или там как-то пожарить. И часто это и делается, кстати, вот мы в своей организации после этой рыбалки всегда немножко остаемся. И рыбу, которая нам досталась, иногда нам дарят уловку, потому что она нет времени ловить организаторам. Мы ее жарим на костре уже организованной. И тут же употребляете, да? Без допинга, но употребляем. А призы какие-то предусмотрены? Призы предусмотрены, призы нам предоставили несколько организаторов-спонсоров. Призы, конечно, связаны с рыбалкой. В прошлый раз это были снасти, это была экипировка. В этом году, я думаю, то же самое будет. Давайте тогда повторим, где, когда, кого ждете и с каким, так сказать, оборудованием? 27 августа, карьер Байбалак, это в сторону Ниагани по дороге. Ждем с 10 утра. Удочка любая, ну, на одного человека одна удочка, там вот и спинных быть. Хорошее настроение, при любой погоде. Замечательно, благодарим вас, Виктор Иванович. Желаем, чтобы у вас был большой улов, и не только у вас, а у всех участников. И с вами, дорогие друзья, увидимся через несколько минут.